Хочу еще раз поблагодарить организаторов форума за возможность выступать в этом прекрасном зале, на этом замечательном мероприятии. Итак, позвольте представить вашему вниманию наш доклад о возможностях и перспективах применения холиоресцентной иммуноцитохимической диагностики выпадных жидкостей на биочипах. Елена Юдина, у нас очень мало времени. Да, холиоресцентная иммуноцитохимия. Что же это такое? Это один из вариантов иммуноцитохимического исследования, отличающийся от других тем, что для выявления реакции антиген-антитела используются флюорохромы. Для проведения подобного исследования в лаборатории необходимо наличие флюоресцентного микроскопа. Впервые идея определения локализации молекул в тканях с помощью специфических флюоресцентных красителей пришла Альберту Кунсу. Он изучал пневмокок в печени мыши. Эти исследования датированы 40-ми годами. В дальнейшем, в конце 50-х годов, РИКС со своей командой продолжил исследования и использовал флюоресцентный изоцианат, связанный с антителами. Однако этот метод, к сожалению, не получил широкого распространения в то время из-за большой сложности получения антител и сложности визуализации и низкой воспроизводимости полученных результатов. Затем все развивалось, и в 90-х годах появились новые флюоресцентные красители, которые давали возможность увидеть долгую флюоресценцию, и она была яркой. И эти флюоресцентные красители были стойкими. И иммуноцитохимическое окрашивание стало использоваться повсеместно и в клинической диагностике, и в исследовательской работе. Флюоресценция – предмет изучения значительного количества наук, таких как паразитология, генетика, микробиология, гистология, цитология. Флюоресцентная иммуноцитохимия выявляется двумя методами – прямым и непрямым. Прямой метод, более короткий, более яркое окрашивание – это именно то, что нужно, когда нам нужен результат точный и ясный, есть аденокарцинома или нет. Значительное количество работ было посвящено выявлению эпителиального маркера БРП-4, и данный маркер исследовался в дифференциальной диагностике выпадных жидкостей. Данное антитело используют для диагноза между мезотелиомой, метастатической аденокарциномой и реактивными выпадами. Работа, посвященная БРП-4, значительно накопилась с момента опубликования первых работ в 90-х годах прошлого столетия. Однако работ по флюоресцентной иммуноцитохимии значительно, но очень мало, они единичны. Марий Мото со своей командой в 2014 году в ActoCytology опубликовал работу, которая заключается в том, что они использовали помимо иммуноцитохимических исследований, еще интрооперационное исследование с флюоресценцией этих клеток. Данное исследование, безусловно, важно в стадировании рака желудка. Цель нашего исследования – оценить возможности и преимущества применения флюоресцентного иммуноцитохимического исследования выпадных жидкостей на биочипах. Нижегородскими учеными было разработано высокотехнологическое медицинское изделие, которое ориентировано для решения различных клинических задач. Все биочипы имеют общее строение и работу. Биочип состоит из двух частей – функциональной и рабочей. Функциональная часть содержит информацию о локации антител в ячейках в виде метки и предназначена для фиксации в руках. Рабочая часть разделена решеткой на несколько равных частей. Каждая ячейка имеет прозрачное дно с нанесенным адгезивным покрытием и определенным видом антител, конъюгированных с флюорохромом с Ай-3. Сверху рабочая поверхность покрыта защитной прозрачной пленкой. На первом этапе мы проводим исследование на жидкостных цитологических препаратах с использованием светового обычного микроскопа. На втором этапе проводится исследование на биочипах с моноклональным антителом БИРПИ-4, конъюгирован с Ай-3. После получения осадка мы распределяем его в ячейки биочипа, затем происходит в гибридайзере инкубация в течение 30 минут при температуре 37 градусов. Затем биочип споласкивается в трисбуфере и проводим просмотр препарата на флюоресцентном микроскопе. Мы использовали Axio Imager Z2 с использованием ряда фильтров. Александр Олегович уже сказал, что цитологи — это космические люди. Вот такой космос мы видим в окуляр нашего микроскопа. Для нас это настоящий телескоп, в котором реально можно увидеть яркое свечение на клетках аденокарциномы антигена БИРПИ-4. На третьем этапе, после оценки флюоресценции, материал мы фиксируем и проводим окраску по стандартной методике. В нашей лаборатории используется методика Лейшмана с последующим цитоморфологическим анализом. Представлен слайд «Асцит» — высоко дифференцированная серозная папиллярная аденокарцинома яичника. В нашем исследовании мы использовали материал плевральной астетической жидкости и смыва с брюшной полости. Часть диагнозов — это метастатическая аденокарцинома, часть — реактивный выпад и одна пограничная опухоль яичника была исследована. Цитологические заключения распределились таким образом. В 19 наблюдениях была верифицирована метастатическая аденокарцинома и 7 наблюдений были верифицированы как реактивный эксудат. Еще раз повторю, это стандартное цитологическое исследование. Что же мы увидели после флюоресцентного исследования? Позитивная реакция в реактивных эксудатах оказалась всего лишь в 4 наблюдениях. Эта реакция позволила нам изменить стандартное цитологическое заключение. В этом случае мы высказались о метастатической аденокарциноме. Что в специфических эксудатах? Специфические эксудаты — это 19 наблюдений распределились таким образом. 17 наблюдений с позитивной реакцией BRP4 — специфический эксудат. Одно исследование — это реактивный эксудат, поскольку BRP4 был негативным. И одно исследование — это специфический эксудат с наличием низкодифференцированной седурозной аденокарциномы яичника, которая, к сожалению, не проэкспрессировала BRP4. Но мы не изменили конкретного заключения. Елена Юрьевна, побыстрее, маловремя. Да, морфологическое заключение осталось прежним. Что касается реактивных эксудатов, диагноз подтвердился только в 3 из 7 наблюдений. 43% остались реактивными эксудатами. В 4 случаях сработал BRP4, что позволило нам отнести эти жидкости к метастатическим аденокарциномам. Позвольте представить несколько клинических наблюдений. Рак яичников у молодой женщины. Асцитическая жидкость. Простите, пожалуйста. Реакция BRP4. Настоящий космос. Клиническое наблюдение. Асцит. Рак молочной железы. Вот так это выглядит на биочепах. Сбербит 4. Еще одно клиническое наблюдение. При раке желудка. Асцит брюшной полости. То есть не видно клеточный рак желудка. Так это выглядит на биочепах. Внизу слайды. Стандартное исследование. Флюоресцентная сфит. Итак, мы не ограничиваемся выпадными жидкостями. А начинаем исследование и солидных опухолей. И в этом нам помогает транспортная питательная среда. ТПС-1. Наличие консерванта в этой среде позволяет сохранять полученный материал достаточно долго. До 6 месяцев. Удобная герметическая крышечка позволяет нам производить забор среды и обратный возврат материала без потерь. Мы распределяем суспензию клеточную также стандартно в ячейке биочепа. И дальше стандартный набор наших действий. В конечном итоге мы видим вот такое свечение. При исследовании на флюоресцентном микроскопе. Так выглядит ИЦХ-экспрессия ядерных маркеров рецепторов эстрогенов. Вот так это выглядит на биочепах. Яркое флюоресцентное окрашивание ядер. Еще один случай. Рак молочной железы. Исследование маркера пролиферации КИ-67. Так выглядит яркое окрашивание ядер. Еще раз расскажу о преимуществах исследования биочепов. Это возможность использования системы обратного контроля. Используемые флюорохромы имеют длительный срок флюоресценции. При малом количестве опухолевых клеток в 15 раз возрастает вероятность их обнаружения. И что немаловажно, в современных условиях низкая себестоимость биочепов. В настоящее время проводятся клинические испытания 7 тест-систем. Тест-системы рака молочной железы, серозных жидкостей, легких щитовидной железы, урогенитального тракта и определение метастазов в лимфатические узлы. Всего 45 маркеров. Простите, пожалуйста, я должен извиниться. У нас еще один доклад. И нас поджимает следующее. Извините, я заканчиваю последний слайд. ФИЦИХ-исследование СМКАТ-БРП-4 на биочепах является надежным и быстрым методом диагностики характера выпадных жидкостей. Метод позволяет обнаруживать немногочисленные опухолевые клетки и мелкие их скопления, не выявляемые с помощью традиционного цитологического исследования. Снизить частоту гипо- и гипердиагностики опухолевого процесса. Применять ФИЦИХ-метод при срочном интраоперационном исследовании выпадов, так как это не требует сложной предподготовки и значительных временных затрат. Спасибо за внимание. Благодарю вас. И еще остается у нас один доклад.